Всем привет! Вы на канале МакКаллистер. В сети появилась информация, что полиция нашла в доме исполнителя хита «Мокрые кроссы» 2 килограмма гашиша. Музыканта якобы задержали еще в начале января, поэтому он сейчас под домашним арестом. Сегодня артист решил рассказать, каковы обстоятельства инцидента на самом деле. 22-летний Тима Белорусских вышел на связь с поклонниками в личном блоге и признался, что крайне удивлен появившимся новостям. Артист назвал информацию о задержании вбросом и поспешил откреститься от употребления запрещенных веществ. «Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что делать это уже нереально, потому что появилось много диванных комментаторов. В общем, ребята, заявляю вам открыто. Все, что вы читаете, неправда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Ребятки, наркотики – это плохо». Обратился он к пользователям сети. Впрочем, в СМИ появляется довольно противоречивая информация. Так, например, белорусские журналисты публикуют фотодоказательства, на которых Тима запечатлен в момент ареста в здании МВД. Одни пишут, что музыканта задержали из-за хранения дома 2 килограммов гашиша, поэтому ему грозит серьезный срок – до 5 лет лишения свободы. Другие опровергают, мол, наркотики присутствовали, но не в столь больших количествах – 0,4 грамма, а отпущен молодой человек под крупный залог. На него уже заведено уголовное дело. О том, что инцидент все-таки имел место быть, сообщила и пиар-агент белорусских. «Мы можем подтвердить, что это правда, но комментариев никаких не даем», – сказала Юлия Громова. Позже появилось официальное подтверждение от УСК по Минску. По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма. Напомним, что Тима в конце года покинул лейбл Кауфман после 4 лет сотрудничества, а артист не стал комментировать расторжение контракта, объяснив, что попросту хочет открыть в себе новые творческие грани. «Я не стремлюсь понравиться и угодить всем, просто ценю тот факт, что вся эта история не безразлична кому-то из вас, а это значит, что этому не будет конца», писал он в своем личном блоге. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока!